Эфир продолжает вести Ульяновск в студии Гульнара Шарипова. Доброе утро! И вначале коротко о главных темах этого выпуска. Объемы молока превысят 4000 тонн в год. Крестьянско-фермерское хозяйство в Бекетовке увеличивает количество крупного рогатого скота, улучшает условия их содержания. Один мы уже построили, заселили. Достраиваем второй, думаю, весной будет готовый. Стройка идет отлично. С планами развития фермы ознакомился глава региона. Навязывание платных услуг – первый сигнал, что перед вами мошенники. Они все чаще приходят под видом газовых служб. Наши специалисты никогда не берут наличные денежные средства. Доверие к мошенникам – одна из причин участившихся взрывов бытового газа. Спасти жизнь могут дымовые пожарные извещатели. У нас много детей, и их безопасность – это самое главное. Установка пожарных извещателей в домах многодетных семей станет обязательной. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Контроль за добычей полезных ископаемых в регионе усилят. Глава региона дал соответствующее поручение. Так, Минприроды области выдано 96 лицензий 83 недропользователям. В то же время выявлено 17 так называемых спящих лицензий. Их владельцы не осуществляют добычу полезных ископаемых. Соответственно, бюджет недополучает налоги. По словам Алексея Русских, такие компании сдерживают инвестиционный процесс области. Сидят вот такие жучки, которые ведут с ними тайные переговоры по продаже. В результате сдерживают у нас развитие области. К этому надо очень серьезно подойти. По итогам работы комиссии предложено провести геологическое изучение территории региона для определения перспективных месторождений и обратиться в Минприроды России с инициативой фиксировать минимальную цену за единицу объема полезных ископаемых. В России участились случаи взрыва бытового газа. Всему виной несвоевременная проверка газового оборудования. Кроме того, часто встречаются и случаи мошенничества. Злоумышленники не только навязывают платные услуги, но и ставят под угрозу безопасность людей. Ведь в вопросах обслуживания газового оборудования они некомпетентны. Наши специалисты никогда не берут наличные денежные средства. Мы когда оказываем услуги по обслуживанию газового оборудования, начисление за выполненные работы происходит через региональный центр, то есть через РИЦ, через РКЦ. Поэтому навязывание платных услуг – это первый сигнал, что перед вами мошенники. Причем зачастую они могут быть убедительны, прийти в корпоративной форме и даже показать удостоверение. При этом специалисты предупреждают, что прежде чем газовая служба придет проверять оборудование, она обязательно известит об этом управляющую компанию, которая повесит объявление. Хотя и здесь мошенники идут на уловки. Зная дату нашего прихода в квартирный дом, они приходят накануне и продают газовое оборудование. С стороны Совета дома неоднократно вывешиваем информационные объявления, информируем жителей дома о том, с кем. У нас заключен договор на техническое обслуживание внутриквартирного и домового оборудования. Контактные телефоны вывешиваем и предупреждаем о том, что никакие платные услуги с заходом в дом, установкой счетчиков и заменой каких-либо деталей подрядная организация «Газсервис» не проводит у жителей дома. Также, чтобы обезопасить себя от несчастных случаев, газовое оборудование нужно проверять как минимум раз в год. Кроме того, необходимо вовремя проводить замену оснащения и не рассчитывать на свои навыки. Грамотную установку газового оборудования может гарантировать только сотрудник сервисного предприятия. Установка автономных дымовых пожарных извещателей в домах многодетных семей станет обязательной. Соответствующие изменения внесены в правила противопожарного режима, где должны быть установлены извещатели и как они могут спасти жизнь, расскажет Ирина Шмыгова. Эти кадры сняты в феврале 2020-го. Частный дом на Островского сгорел из-за неисправности электропроводки. В тот роковой день многодетная семья находилась в своем жилище. Избежать трагедии помог пожарный извещатель, который сразу же среагировал на дым. Данный факт предотвратил распространение пламени на более большие территории и, соответственно, предотвратил человеческие жертвы. Вот уже несколько лет пожарный извещатель надежно защищает от беды и многодетную семью Стариковых. Когда дети остаются дома одни, родители спокойны. По поводу установки оповещателей, у нас не было сомнений, что его надо устанавливать, потому что у нас много детей, и их безопасность – это самое главное. С 1 марта пожарные извещатели необходимо иметь каждой многодетной семье, а также семьям, которые находятся в трудной жизненной ситуации или в социально опасном положении. Причем устройство должно быть во всех жилых комнатах. За счет того, что установлены будут извещатели во всех помещениях, где могут возникнуть оповещения, произойдет на ранней стадии. Не в момент, когда дойдет уже дым до единственного, допустим, извещателя, а именно если извещатель в комнате конкретной, то он первым признаки пожара заметит и, соответственно, подаст соответствующий сигнал. А установить такое устройство лучше всего на потолке? Можно установить извещатель и на высокие поверхности, допустим, высокие шкафы, но при этом стоит помнить, что таким образом время срабатывания извещателя несколько отодвигаются до того момента, пока то пространство между потолком и местонахождение извещателя не наполнится дымом. При первых признаках возгорания или задымления датчик издаст громкий сигнал, а извещатели нового поколения передадут информацию на ваш смартфон. Приобрести устройство можно в профильных магазинах и даже онлайн. Стоимость одного такого прибора от 400 рублей. Ирина Шмыгова и Антон Костин. Вести. Ульяновск. Губернатор посетил крестьянско-фермерское хозяйство в селе Бекетовка в Вишкамском районе. Там продолжается расширение территории и объемов производства. Здесь появятся две новые фермы по 400 голов крупного рогатого скота и зерноочистительный комплекс. Общий объем инвестиций составил 66 миллионов рублей. Из них 35 – поддержка от региона. Новые фермы позволят к 2025 году увеличить количество коров до 1500, а значит и объемы молока. В планах превысить отметку в 4000 тонн в год. Один мы уже построили, заселили. Вот достраиваем второй. Думаю, весной будет готовый. Стройка идет отлично. У нас, наверное, где-то 1400 краес, 600, наверное, дойных из них, 1500 овцематок у нас, ну, где-то около 2000 овец, 1600, наверное, так вот, где-то плюс-минус 50 голов севиней. Помимо животноводства, фермерском хозяйстве занимаются и зерновыми культурами, акцент на озимую рожь и пшеницу. Общая площадь земельных угодий, находящихся в обработке, превышает 4000 гектаров. Оваловый сбор зерновых – 3000 тонн. Кроме того, у фермы есть цеха по производству колбасных изделий, мясных полуфабрикатов и хлеба. Регион активно помогает фермерам создать или приумножить свое сельское хозяйство. Один из видов помощи – программа «Агростартап». Получить его может любой гражданин, который зарегистрирован на сельской территории Ульяновской области. Размер гранта составляет у нас для мясного и молочного КРС порядка 5 миллионов, если заявитель участвует лично. Дополнительно 1 миллион дается, если он заявляется как член кооператива с формированием части неделимого фонда кооператива. Ну и на остальные виды деятельности – это рыбоводство, птицеводство, растеневодство, кролиководство, ну разные другие виды деятельности. Размер гранта составляет 3 миллиона рублей. Подача заявок на грант уже открыта и продолжится до 10 марта. Правильно ее оформить поможет Центр компетенций. 6 по 10 марта в региональной общественной приемной председателя партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева в Ульяновской области состоится региональная неделя приемов граждан по адресу Ульяновск, улица Ленина, 116А. Записаться на прием можно в любом удобном формате, по телефону, на сайте или отправив заявку по электронной почте. Это «Вести Ульяновск» и мы продолжаем. Повестка России шире, чем повестка специальной военной операции. По итогам послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию, лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев заявил о том, что главным посылом речи стала повестка развития России. По словам Нечаева, президент уделил в этот раз особое внимание развитию экономики и поддержке предпринимателей. Мы видим, сколько внимания и заботы уделяет сейчас президент нашим людям в зоне СВО. Но в то же время он сделал акцент на том, что помимо военного фронта существуют еще экономический, технологический, информационный и научный. И люди, которые заняты на этих фронтах, ничуть не меньше важны России, чем те, кто находится в зоне военных действий, сказал Алексей Нечаев. На этих фронтах работают учителя, врачи, предприниматели, инженеры, логисты, работники культуры. Владимир Путин перечислил многих, кто вносит вклад в то, чтобы Россия была богатой и сильной, чтобы наши дети и внуки жили в мире, где их будущее защищено. Слово «предприниматели» еще никогда не звучало в послании главы государства так часто, отметил Нечаев. Президент говорил о защите и обеспечении безопасности людей, занимающихся бизнесом в России. В частности, о том, чтобы не было их несправедливого преследования. Мы привыкли слышать подобное на Петербургском международном экономическом форуме, но то, что это прозвучало в послании Федеральному собранию, достаточно символично и важно, уверен лидер новых людей. По словам Нечаева, президент дал сигнал всем предпринимателям. Инвестируя в Россию, они получат поддержку и уважение. Президент готов поддерживать тех, кто инвестирует в Россию. Есть десятки, если не сотни тысяч предпринимателей, которые строят свои компании здесь, на родине, вкладывают сюда свою прибыль. Здесь живут их семьи и учатся их дети. Мы видим, что их влияние растет, добавил политик. Ранее глава государства поддержал предложение Алексея Нечаева по реализации в России новой промышленной политики, основной из ключевых идей которой является протекционизм национальных производителей. Студенты техникума отраслевых технологий и дизайна продолжают помогать российским военным. На этот раз они шьют и вяжут варежки, носки и шарфы. Учащиеся сами предлагают помощь, чтобы связать необходимое количество изделий, остаются даже после занятий. Сегодня за крючки взялись особенные студенты. Каждый из них выполняет работу в силу своих физических возможностей. Сейчас мы занимаемся тем, что провязываем носки, шарфы, по возможности, кто как может. Кто-то крючком вяжет, кто-то спицами. Некоторые изделия у нас вяжем не только мы, но и другие студенты. По мере возможности вяжут и на машинах, на однофонтурных, и даже на детских вяжут разные изделия. А по соседству отшивают варежки, процесс отлажен, а если возникают сложности, помогают опытные педагоги. Мы сначала оттачиваем пальчик, потом боковые слезы, потом верложим вверх и подгибаем тоже вверх. Ранее на передовую уже доставили балаклавы и снуды, которые изготовили местные мастерицы. Такие юные, но уже серьезными документами и серьезными намерениями. Пятиклассники 72-й школы приняли присягу кадета МЧС. Оранжевые береты, белоснежные перчатки, строгие парадные кители. В этом пятом классе все по-взрослому. Ребятам зачитали текст присяги, а после почетные гости вручили кадетам погоны и удостоверения. Мальчики и девочки пропели гимны, дали торжественное обещание защищать Отечество и быть верными своему делу. Мы все надеемся, что это был осознанный выбор каждого из ребят поступить в этот кадетский класс. И надеемся, что в дальнейшем мы увидим их в своих рядах Главного управления МЧС России по Ульяновской области. Поддержать школьников пришли родители, кадеты старших классов и ветераны пожарной охраны. В этот же день торжественная церемония посвящения в кадеты прошла у учащихся 7-й и 17-й школ Димитровграде. Впервые в Ульяновской области проходит конкурс команд молодых педагогов Ульяновской области о молодом педагоге замолвите слово. В первых профессиональных соревнованиях участвуют 30 команд из различных школ региона. Возраст конкурсантов не превышает 30 лет, а учительский – 3-х лет. Конкурс проходит в два этапа. На первом командам предстоит показать визитку, пройти квест и решить кейсовые задачи. А на следующий день их ждет разборка образовательного события и разговор с министром. Конкурсов команд достаточно немного по стране и такой подбор конкурсов только у нас. Потому что мы хотели, чтобы он был с одной стороны и на сплочение команды, но и с другой стороны всячески раскрывал потенциал участников. Наверное, интересно еще и то, что команды здесь не только представляют одну образовательную организацию, есть и команды, представляющие в целом муниципальное образование, и команды, состоящие полностью из педагогов разных школ. Именно такие педагоги со всего Радюшевского района составляют команду Александра Кайбалиева. Самое сложное – это было наладить контакт, потому что наши школы достаточно далеко друг от друга расположены, и нам приходилось преодолевать расстояние для того, чтобы отрепетировать все вместе. Но, тем не менее, надеюсь, что у нас сегодня все получится. В команде по 3-4 человека главная цель конкурса – формирование командных форм работы в профессиональном сообществе педагогов и дальнейший обмен опытом. Другим темам. Уже через два дня выявлять пьяных водителей будут немного по-другому. С 1 марта главное нововведение – это возможность проводить освидетельствование на опьянение без понятых, но с видеозаписью. Основанием для проведения проверки может стать запах алкоголя изо рта, нарушение координации движения, речи, резкое изменение цвета кожи лица или несоответствующей обстановке поведения. Опьянение водителя определяется наличием абсолютного этилового спирта в концентрации, превышающей возможную суммарную погрешность измерений, а именно 0,16 мг на 1 литр выдыхаемого воздуха. Проблема детского дорожно-транспортного травматизма постоянно в центре внимания региональной госавтоинспекции. Накануне для учеников 6-й гимназии имени Ильи Ульянова провели очередной профилактический рейд «Безопасный пешеходный переход». Цель – напомнить школьникам о том, как правильно и безопасно пересекать проезжую часть и чем может грозить безответственность на дороге. В текущем 2023 году произошло уже 11 дорожно-транспортных происшествий. В которых 14 детей были травмированы и 5 из них были пешеходами. Уважаемые родители, учите своих детей правильному поведению на дороге. Переходите дорогу только в установленных местах по пешеходным переходам. На своем собственном примере показывайте, как надо правильно себя вести при переходе улицы. Сотрудники областного управления ГИБДД также напомнили ребятам о важности использования световозвращающих элементов на верхней одежде и рюкзаках в темное время суток и в условиях недостаточной видимости. А после беседы перешли к практике. В конце урока безопасности дорожные полицейские вручили школьникам световозвращающие брелоки. В областном дворце творчества детей и молодежи организовали интеллектуальную викторину. Инициатором игры «Что, где, когда» стало Ульяновское отделение Русского географического общества. Подробности у Эдуарда Истомина. Обстановка в зале сродни игре в брейн-ринг. Очередной вопрос, он касается места событий, которые отобразили в фильме «О зорите стихи». В зале мозговой штурм. В бурных обсуждениях рождаются правильные ответы. Это Татарстан, Республика. Стойгой, рядом. Что-то Стойгой. Может, это Кавказ? Кавказ. Организовала викторину отделение Русского географического общества. Команды оказались легки на подъем. Это юноармейцы из 47-й школы и 44-й гимназии. Их вызов приняли суворовцы и парни из Межвидового учебного центра и авиаполка. Шестая команда сборной игроков. У Ульяновского областного отделения накоплен огромный опыт проведения интеллектуальных игр на сему географии. Мы провозили и областные, и Приволжского федерального округа чемпионаты. Но так, чтобы играли и военные, и наши юные патриоты, такого еще пока не было. Три блока по восемь вопросов. Между ними тайм-аут с предварительными итогами. Испытания для знатоков-патриотов готовили интеллектуалы из клуба «Ворон». Вопросы на знания мест, дат, а еще исторических личностей. Мы уверены, что сегодня команды ждут много великих географических открытий. Мы понимаем, что у нас играют совсем юные участники и опытные. Поэтому хочется, чтобы все команды получили первую часть удовольствия от игры. Азарт множился в прогрессе. Особенно, когда правильные ответы давались многими командами. Как, например, про тверского купца Афанасия Никитина. Прошел через вот эти три моря. Вспомнить такое тяжеловатое достаточно. Неплохо все получается. Есть пара неправильных ответов, но ничего страшного там нет. По ходу викторина больше всех правильных ответов дали суворовцы и сборная команда. Победители выявили в ходе дополнительного вопроса. В итоге первое место у суворовцев, сборники вторые. Третье место у команды из учебного центра. Всех призеров отметили наградами. Эдуард Истомин, Антон Костин, Вести Ульяновск. Музей-заповедник Родина Ленина продолжает знакомить жителей и гостей Ульяновска с творчеством подрастающего поколения. В честь Дня защитника Отечества в выставочном зале музея Симбирская Чувашская школа «Квартира Яковлева» открылась новая выставка. На ней представлены работы учеников и победителей ежегодного межрегионального конкурса детского творчества на лучшую композицию «Салют защитникам Отечества». Очень важно в работах соблюдать историческую достоверность, то есть правильно передать орудие, оружие, форму. Именно этот критерий очень важен при оценивании работы. Конкурс проводится детской художественной школой Ульяновска с 2006 года. Он посвящен победе советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Участники конкурса – учащиеся детских школ искусств и художественных школ Ульяновска, Ульяновской области и регионов России. Возраст авторов от 7 до 16 лет. Больше всех победителей в этом году у Ульяновской детской школы искусств имени Балакирева. Там парень помогает уже девушке, потерявшей сознание, он помогает ей выжить. Я читала много самих дневников тех, кто проживал в Ленинграде. Там очень интересно рассказывалось, смотрела разные видеоролики, посвященные блокаде Ленинграда. И меня заинтересовала тема, как люди жили в такое страшное время. Сюжеты работ разнообразны, но все они отражают основные темы конкурса. Одна победа на всех – портрет героя Великой Отечественной войны. Иллюстрируем книгу о Великой Отечественной войне. Всего на выставке представлено около 40 работ, выполненных в самых разных техниках – гуашь, акварель, линографюра, карандаш. Выставка продлится до 31 марта. Классику русской литературы Николаю Некрасову посвятили выставку. Экспозицию назвали «Три реки». Выставка расположилась в стенах музея Ивана Гончарова в центре Ульяновска. Ее представляет Литературно-мемориальный музей поэтов Карабихи Ярославской области. Реки Некрасова – это не только связь с географическими местами в жизни писателя, но и сама его жизнь от истока в водоворот вдоль берегов к устью. Творчество Некрасова тоже попытались представить в необычном формате. Для каждой выставки очень многое зависит всего от экскурсовода, конечно, безусловно, как расскажут материал, как покажут. Но даже самостоятельно посетители могут наши сопроводительные материалы, которые составлены в виде квеста, то есть это либо для одиночных посетителей, либо для групповых посетителей, познакомиться и, собственно, как бы немножко поучаствовать в процессе. Само открытие выставки, посвященное Николаю Некрасову в музее Ивана Гончарова, – событие знаковое. Ведь классики русской литературы при жизни общались. Известно, что Гончаров публиковался в журнале, принадлежавшем Некрасову. Возможно, в будущем Ульяновская экспозиция отправится с ответным визитом в Ярославскую область. На центральное место положили издание, где очень четко прописан автограф Ивана Александровича Гончарову, от автора и друга Некрасова, что тоже, в общем-то, подкрепляет нашу мысль о том, что они дружили. Хотя в какой-то степени более близко, где-то меньше, но приятельские деловые отношения между ними всегда существовали. Помимо книги с автографом, Некрасовский музей Карабиха представил и другие подлинные вещи, связанные с Николаем Алексеевичем и его жизнью. Выставка будет гостить в доме Гончарова до 26 марта. Молодежь может посетить ее с помощью пушкинской карты. В Барыши для детей провели военно-патриотическую игру «Зарница». Она прошла на местной лыжной базе. Школьники разбились на три команды. Две из них представили свои учебные заведения, а одну назвали «Партизаны». В ее состав вошли ученики разных образовательных учреждений. Всего на старт вышло 30 детей. Для них организаторы подготовили сразу несколько соревновательных дисциплин. Стрельба из пневматического оружия, охлощенного оружия, метание гранат, минноискание, то есть саперы, медиков обязательно, полоса препятствий и традиционная армейская каша. Победить хотел каждый, но и проигравших здесь нет. Всем участникам вручили кубки и грамоты, а главной наградой стала армейская каша и свежие пирожки с горячим чаем. На этом наш выпуск подошел к концу. Я желаю вам хорошего дня и до новых встреч в эфире. Сегодня, 27 февраля, в Ульяновской области ожидается облачная погода, осадки в виде дождя и мокрого снега. Атмосферное давление будет расти. Ветер западный, умеренный. Температура воздуха днем по области минус 2, плюс 2, в Ульяновске 0, плюс 2. Субтитры подогнал «Симон»!